день воскресный день чудесный а прямо сейчас мы находимся в лосиноостровском парке заповедники ребята мы снимаем сюжеты про недвижимость мы снимаем сюжеты про жизнь людей подчеркиваю мы никого ни к чему не призываем и просто сегодня вам покажем одну историю из жизни где человек сам расскажет свое становление ту фишку которая пришла к нему в голову я честно говоря когда читал письмо от него я офигел мне даже немножко было смешно я задал вопросы это правда работает он говорит да и люди говорят спасибо и людям это нравится сегодня вам все в деталях расскажем в первую очередь виталь возьми пожалуйста крупный общий план показать вот вы посмотрите ребята лосиноостровский парк заповедник здесь слева справа идут поваленные деревья все в мусоре вон там покажи покажи влево пожалуйста пойдемте независимое расследование начинается прямо сейчас вот вам пожалуйста парк заповедник вот пришли люди сюда значит смотрим что они здесь сделали первое костер жгли вот в этом месте в ели пили нашвыряли просто мусора выпили сколько раз два три четыре пять пять будет пять ребята пять бутылок водки шесть маленький но это видимо неоднократно сюда приходит чья-то вот полянка и здесь пожалуйста вот так отдыхают и если посмотреть на самом деле значит что самое страшное что начинаешь смотреть и вот дальше 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 кажется дремучий лес повсюду вот эти точки где народ просто приходит наш вырывает иной раз рассказывает то что где-то там в регионах люди невоспитанные бросать вот вам пожалуйста москва я честно говоря в шоке я давно такого не видел а еще когда например начинают делать различные программы когда парки благоустраивают нику зачем вы это делаете зачем вы трогаете природу но когда заходят ставят повсюду камеры заводят охрану которая как минимум ходит и вот этого не допускает но это просто стыдно смотреть вы посмотрите вам перебивкой накидываем кадры этот мы прошли буквально сто метров вот кто мэр виноват мэр виноват мэр приехал с администрации все накидал люди сядут молодежь пьют все швыряют просто уроду вот сюда прям отдел полиции и всех штрафовать по 10 тысяч рублей заставлять все разбирать я думаю вы поддержите в общем без промедления прямо сейчас мы знакомимся с нашим героем и начинаем в этом выпуске у меня будет шикарный спонсор который вам точно понравится на нем я вам расскажу чуть позже приятного просмотра поехали знакомьтесь наш главный герой дмитрий диман тебе 28 лет насколько я знаю что изначально родом ты вообще из сибири но 12 лет ты прожил в москве обучался здесь школе потом-то ушел в армию вернувшись с армии ты решил пожить в квартире в серпухове которая досталась тебе от бабушки бабушка жива бабушка здорово бабушки приеда после чего поработав серпухове ты решил переехать москву вот в деталях но кратенько расскажи как это все происходило значит я закончил институт это было 2017 год понял что мне нужно в любом случае идти в армию потом я когда дембельнулся это был уже до тысячи восемнадцатый год и соответственно я думал что делать дальше чем заниматься я понял что маркетинг это не мое это мое первое высшее образование соответственно решил что нужно отучиться на тренера в интернете посмотрел что есть из нормальных курсов прошел курсы кодж бена вейдера вот и соответственно начал искать работу а уехал ты жить после армии не в москву а в серпухов по причине того что ну кратенько расскажем людям у родителей новые семьи до мама живет с братом здесь новый папа да там новый муж как это правильно сказать я уж не в случае не хочу никому как отправить новый мужчин очень твой очень живет со своими родителями то есть как бы двушка есть вот и мара уже было дискомфортно и тут у тебя была такая возможность что бабушка у тебя же тоже в другом городе а в серпухове была свободная квартира однокомнатная до в которой она сделала ремонт и ты заехал на чистый ремонт правильно я заехал на чистый ремонт и соответственно жил там один нашел там работу рядышком я работал там фитнес-тренером на заводе что завод ротеп называется и что меня удивило что к нему предкреплен соответственно дворец спорта и там я начал работать по двадцать первый год я там проработал 9 расскажи пожалуйста условия работы то бишь мы понимаем что завод завод создал дворец спорта для своих сотрудников чтобы они после работы могли качнуться там позаниматься здоровьем оклад минимальный сколько за на протяжении всего этого времени цветом удавалось плюс-минус зарабатывать чтобы людям просто было понятно первоначально у меня было 0 5 ставки то есть это было десять тысяч оклад соответственно это за дежурные смены и все остальное то что с персональных тренировок получалось то есть 40 процентов от персональных тренировок и в итоге у меня получалось в среднем ну поначалу от 20 до 30 ну уже через года два там среднем 35 35 тысяч вот тебе пожалуйста молодой парень тебе там примерно 26 27 лет как раз плюс-минус было 35 тысяч проживал ты один в однокомнатной квартире в целом вот тебе одному на жизнь этих денег хватало конечно да я мне хватало потому что город маленький особо там некуда было ходить вот и особо я не тратил соответственно я эти деньги откладывал потому что знал что вечно я так жить не буду я откладывал деньги на то чтобы можно было переехать в москву потому что здесь жилье очень дорогое что касается аренды что касается тем более покупки жилья вот соответственно надо было к этому готовиться а в средняя зарплата по городу так не общался с друзьями с товарищами словами что-то вообще люди говорили почем на заводе плюс-минус у работе какие были но зарплата чуть чуть ниже чем у меня было многих то есть там 20-25 это было примерно средняя зарплата в серпухове на двадцатый год где-то внимание серпухов это буквально 100 километров до от москвы в общем друзья краткая история ясна и потом ты решаешь вернуться в москву для того чтобы здесь уже начать зарабатывать больше а где и как мы пойдем переместимся в районе где ты живешь и уже детально людям все расскажем и покажем пойдемте а вот сейчас самое время прерваться для полезной информации я вам хочу порекомендовать один свеженький youtube канал раскадровка который запустился совсем недавно и буквально на днях у ребят вышел второй ролик и прямо сейчас вы можете перейти по активной ссылочке в описании подписаться и стать в рядах одних из первых кто увидит в дальнейшем как они считают хит ютуба на канале раскадровка каждую неделю выходит ролик о различных профессиях и где люди детально разбирают рабочую тему например в новом выпуске они разобрали популярную работу курьером кто главный враг курьера сколько реально можно заработать курьером какие заказы делают в публичной дамы а часто ли клиентов встречают в неглиже вот все то что в деталях показывают всю суть работы с плюсами и с минусами у всех стереотип курьер 40 тысяч через сумаску как-то вез просто обычную линейку не спорь с консьержем чтобы не получите плюх могут выйти неглиже развития тут нет курьер едет на матизе это сразу едет 150 тысяч рублей месяц раньше курьера уважали а сейчас курьера как мусора самое необычное место куда доставал в барды ну да и потом дома остался на сутки я глеб король доставки несмотря на то что канал совсем новый снимают очень качественно и у них действительно огромный потенциал потому что разбирают полезные жизненные темы в дальнейшем они обещают что приведут в сюжет золотоискателя пожарного дальнобойщика режиссера и многие другие интересные профессии поэтому смело переходите подписывайтесь на интересный канал и смотрите интересные ролики ссылочка в первом закрепленном комментарии и в описании уже ждет вас приятного просмотра а мы продолжаем в данный момент мы находимся буквально в десяти тире двадцати минутах ходьбы от станции метро рокоссовского до льва рокоссовского вот такие пятиэтажечки ребята мы в москве мы внутри мкада но покажи пожалуйста цвета и вокруг происходит на самом деле не поверишь дает такое еще не кому-то где-то мы в провинциальном городке но скажешь здесь по контингенту как в целом вот отмечаешь крыши алкашей здесь полно да да целом здесь район хороший тихий спокойный но к сожалению район такой спальные старые пятиэтажки соответственно много контингента алкашей благоприятная среда для них но также я вам просто для сравнения мы же снимаем про недвижку также ролики выведу кадры сейчас скоптеров посмотрите вот так выглядит старый жилой фонд а вот так вот выглядит новый жилой фонд многоэтажки вот эти высотки с одной стороны до скажешь человейник но с другой стороны визуально как минимум лучше но опять же свои плюсы пятиэтажек ты пришел побольше как-то кистороды невысокая поменьше народу а в таких дворах новых там ну не протолкнешься особенно когда он будет на сто процентов весь заселен но пойдем к тебе во дворик где собственно ты проживаешь и там мы продолжим нашу историю вот знаете иногда люди пишут сделай обзор районов москвы я думал да нафиг это надо какие-то районы но иной раз вот вот я здесь впервые ты захочешь ребята серьезно покажи просто балконы какие дома здесь знаете все кроется в деталях просто такая мусорка заваленная судя по всему ее либо расшатал кто-то либо может быть зимой там ее снегом заваливала наклонила здесь вот получается газон следы от колес народ до заезжает дальше казалось бы тупиковый двор так усмотрение интересно как сделал тут мне больше всего нравится пошли это иди сюда то есть ты идешь такой вышел из машины первый раз пошел по тротуарчик у тебя все сделано повсюду говно собачьи вообще просто везде все засор то нахрен ты идешь 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 а дальше встречает вот такая история но самый прикол в том что сейчас парень на самокате ну вот следы он прям пронес сегодня во все стороны грязь летит он уехал дальше рядом начинаются некоторые дома уже по цивильной чуть дальше мы перейдем в другой двор кстати тот двор где дмитрий проживает а здесь это что за здание администрация поэтому я претензий как говорится не имею я просто лишь делюсь своими наблюдениями у нас сегодня довольно таки необычный ролик значит эти расследования от дяди дима здесь вот на одном пятачке можно целый контент заснять знаете что это такое варить что мы нашли пакетик а в нем остатки какого-то зеленого вещества как мы выяснили до путем информации от людей это пакетик из-под нас вай значит такой на свои на свои это куриный помет но его почему-то некоторые люди очень любят они его берут закидывают под язык и говорят что от этого кайфует если я не ошибаюсь там типа говорят эффект ну как будто много сигарет выкурил какой-то такой с никотина связан короче они от этого тащатся вот таких пакетиков по москве это просто огромное количество ты зайдешь там на какой-нибудь танца на вид и не знаю смотреть себе квартиру под съем наверняка и здесь цены будут по привлекательнее там 30 35 тысяч рублей за однокомнатную квартиру вопрос будешь ты здесь жить вот ты на этот вопрос ответь тебе этот район нравится ты будешь прожил это что шикарно сейчас в процессе общения ты сказал что ты даже хотел бы здесь квартирку купить да район мне очень нравится он несмотря на свои минусы очень такой как маленькая деревня все друг другу знают алкаши как ты сказал здесь очень интеллигентный да отличается от тех которые там заход находится провинции то есть но особо не буянит но конечно все равно не комфортно бить это все видят как там на площадках пил там и так далее это неприятно но в целом район классный потому что здесь рядом опять же заповедник лес свежий воздух в окошко смотришь у тебя везде лес у меня например 12 этаж и с 12 этажа там направо посмотришь горизонт леса вперед посмотришь там тоже лес очень красиво там весной и вообще такое место достаточно спокойно потому что машин там када рядом нету никаких таких больших трасс нету соответственно здесь чисто вот как провинциальный город но москве эти мне и он и цепляет и нравится ребята хочу сделать акцент иногда встречаю комментарии что бывает я там как-то не так высказываюсь там могу обидеть человека там в третьем лице бывает говорю сразу да если я как-то задену я извиняюсь перед всеми момент вот ты правильно с одной стороны говоришь что прикольно что ты живешь как будто в лесу то если вы сейчас по сторонам посмотрите у тебя прямо во дворе деревья стоят но здесь есть ключевой момент и самый жирный минус этого леса вот сейчас пока осень и зима до больше света прикольно но когда сейчас это все расцветет здесь будет такая темень и будет получать так что все те кто живут на первом втором третьем четвертом даже пятом этаже они постоянно находится в темноте то бишь ты проснулся утром ты включаешь свет и весь зеленый а горит потому что он просто солнце не будет поступать вот это вот на самом деле первый минус вот таких вот благоустройства когда во дворе находятся деревья об тебе зачем это не понять потому что на двенадцатом этаже жира да да конечно круто о круто они здесь в потемках таким образом поработав в серпухове скопив около 200 тысяч рублей ты решаешь вернуться в москву и начать ее завоевывать заново 2021 году в мае ты переезжаешь вот этот райончик буквально тут в нескольких сотнях метров твой дом да где ты проживаешь ты приехал сюда сто тысяч ты там потратил на нужды семьи у тебя остается суточка и ты решаешь то что нужно пойти работать фитнес-тренером но сперва ты какие прошел короткие курсы правильно там по переквалификации да да я сперва пока я работал еще в серпухове я прошел переквалификацию в мпгу на фитнес-тренера но я думал что соберу вот корочки плюс у меня стаж уже будет выше шанс что меня возьмут хороший клуб потому что мечта была работать в москве в каком-нибудь хорошем топовом клубе вот но и соответственно я переехал но и начал ходить по собеседованием смотреть поблизости залы какие есть с с этим районом везде меня приглашали брали но к сожалению условия были не те которые хотелось бы диван этот самый на самом деле интересно друзья мы уже с диманом пообщались порядка 16 фитнес-клубов он обошел на протяжении трех месяцев и вот самый прикол в том что вот вы вдумайтесь а мы никого не пугаем не призываем отзыв человека живой какие условия труда у ты приходишь фитнес с тренером тебе да давай будешь работать какой оклад в основном фитнес-клубах оклада нет 0 до 0 там немножечко не оклад а за дежурные часы ну как правило за дежурные часы это ну совсем копейки там чуть ли 100 150 рублей час а бывает в некоторых клубах вообще не оплачивается вот соответственно оклада никакого нет сам зарабатывай сам ну вот расскажи как как от сандра ты приходишь тебя взяли на работу ты фитнес-тренер все ты выходишь в зал люди занимаются твоя задача моя задача набрать себе клиентскую базу соответственно в основном там должен быть хорошим продаж ником для того чтобы совершать активные продажи и продавать свои персональные тренировки короче здесь можно поюморить то бишь ты пришел фитнес-тренер видишь такой блондин лежит а я такой лежу такой жму штангу ты такой подходишь старичок а вот неправильно ты делаешь а за 3000 в час я бы мог тебя научить этой технике да расскажешь на это да совершенно верно и проблема в том что из-за того что акцент ведется больше на продаже и сами тренера качество снижается потому что им надо зарабатывать денежку как-то семью кормить соответственно крутится вертеться и больше стараться продавать нежели чем чтобы люди получали результат вот это тоже небольшая такая проблема вот никакой там доход в этом ты говоришь то что в среднем в среднем ребята персональная тренировка фитнес-центрах мы берем средний да там 2-2-3 тысячи рублей да да все допустим заработал ты там 3000 рублей из них твоих примерно 40 тире ну максимум 50 процентов максимум 50 процентов это если ты отличный хороший продажник ты прям молодец ходи еще работаешь изначально когда только там клуб построили соответственно ты новенький тебе легче собрать клиентскую базу вот те зарабатывают нормально нормально сколько около ста и выше но это таких вот в обычных фитнес-клубах средних средних не сказать что про плохих вот вы должны взять акцент в то что это те кто с ноля там уже работают с открытия клуба и давно потому что действительно есть фитнес-тренер этом нескольких таких за кто уже может быть профессионально у них огромная база они еще дистанционно ведут у них доход может быть больше значительно но в среднем вот если ты заходишь за новичком условно там с твоим опытом небольшим там сколько там 40 50 тысяч но даже меньше даже меньше потому что ну зависит конечно от навыков есть люди которые прям очень язык по 2 подвязана они прям отличные продажники и они конечно чуть-чуть ли клиентскую базу им собрать гораздо легче да например я продажник к сожалению не очень хороший поэтому мне это давало всегда тяжело начать но потом у меня все равно собиралась какая-то клиентская база и в итоге тоже был наравне со всеми короче все вот эти сказки которые вы также можете увидеть и серии вы заходим какой-то хаткантер ищите работу потому что самом деле фитнес-тренером берут повально можно сказать всех если ты там подтянут какой-то опыт у тебя есть какую-нибудь грамматуречку то есть я распечатал уже прокатит почему потому что оклад нулевой в лучшем случае 5 тысяч где-то был оклад а все остальное ты набиваешь сам путем того что ты ходишь и всех там заманиваешь туда диван если я не ошибаюсь когда ты еще жил в серпухове когда пошла пандемия ты себе дома до в однокомнатной квартире сделал небольшой уголок как спортзал да расскажи что там было организовал я такое небольшое место там гантели и штанги соответственно такой минимальное оборудование для того чтобы заниматься вот и в пандемию всю пандемию я там занимался ко мне когда приходили люди тоже заниматься так как на много народа нету соответственно риск заболеть маленький что людям тоже очень которые боятся бывают скопление людей им тоже очень нравилось и вот на домой я тренировал очень уютно людям нравилось потому что там приходишь например там два человека тренируется один пока ждет пока другой тренируется и там кофейку попьет посмотрит телек на плазме как он фильме с общему так слышно на самом деле звучит очень прикольно и с одной стороны знаешь вот с точки зрения как будто спорта я подчеркиваю от чисто мнение со стороны комментарий так сказать пишу что ну блин как-то даже не похоже это на спор знаешь пришел получается в гости где нет полноценного набора оборудования но там кит гантельки сидишь кофе пьешь пока там твой друг или там жена там занимается персонально потом ты пошел позанимался но люди были довольны они еще за это денег давали и руку жали да и собственно тоже тогда произошел переломный момент в голове дмитрия а далее когда он уже переехал в москву и ходил по этим различным клубом в поисках работы он пообщался с одним из своих друзей который проживает во франции и обсуждая тему спорта заработка друг ему говорит слушать а почему у вас в москве нет такой истории как фитнес студии когда занимаешься один на один с человеком идея до боли простая вот это вот просто меня удивило и шокировал я сначала даже подумал ну неужели это может работать хотя мы находимся в мекополисе москва и здесь все что угодно с одной стороны может заработать вот давайте сейчас я вам покажу на чем дмитрий сегодня зарабатывать порядка 170-200 тысяч рублей в месяц где он сам себе начальник и все что нужно он делает сам все завязано на нем он работает как самозанятый в октябре 2001 2021 года ты принял решение что будем делать бизнес да правильно я посмотрел здесь на районе не было никаких фитнес-клубов фитнес-студии ничего этого не было я понял что надо попробовать и сделать свое для того чтобы люди ходили которые здесь живут и занимались спортом и как раз наткнулся на это помещение я увидел что отдельный вход потому что такие маленькие помещения с отдельным входом достаточно большая редкость вот то есть но фиг найдешь такой потом когда мне арендодатель показал это было 17 квадратов но я понял что для меня даже очень даже большое помещение вот потому что когда я тренировал на дому у меня да да у меня там было в два раза меньше фишка ключевая начинается прямо сейчас вы вдумайтесь москва где полно различных крутых клубов куда ты можешь прийти там тебе бассейн сауны хамамы все различные тренажеры вот все что хочешь плати за абонемент и бегать занимаясь и притом при всем этом даже наборе есть в принципе доступные цены куда ты можешь приходить там карту купила год ну и занимаешься но у тебя приходит огромное количество лет работы сейчас 61 и у тебя всегда есть народ который приходит с удовольствием занимается и подчеркиваю занимается не за 100 200 рублей а за довольно таки тоже адекватную я бы сказал не маленькие деньги все равно это как бы платить нужно что за деньги мы сейчас расскажем 17 квадратов вот окна дойдут от него это окна других людей а у тебя есть маленькая над входом это единственный способ проветривать на не менее он она не открывается там есть вентиляция ну и кондиционер который короче не будем томить людей я сейчас беру гоупрошечку заряжаемся и пойдем прям по живому посмотрим потому что данный момент мы что они заходили мне прям самому дико интересно смотреть что это такое за фитнес-студия один на один или один на студия один погнали короче все делаем по живому ну давай рассказываю приходит человек вот здесь какой-то звонок есть да он тебе может позвонить он тебе попадет да он мне звонит я слышу звонок там видео тоже вижу как он там давай пойдем короче вот оно помещение на первом этаже с отдельным входом сейчас пойдем по живому смотреть так давай диван экскурсия пошла проходим разуваемся мы зряда здесь мы развиваемся здесь у меня такой коридорчик небольшой это ты все делал или это было сделано я все делал то пишет это ты все крася да своими руками потому что денег у меня не было для того чтобы заказывать ребят который бы все мне покрасили и так далее окрасил я сам впервые в жизни не имея опыта данными милок россию слушай ну прикольно здесь мы раздеваемся правильно наде что шкафчики под одежду там у тебя всякие различные веники лопаты для того чтобы если что снег здесь убирать ну прикол давай пошли дальше короче сейчас мы раздеваемся двигаемся дальше магия монтажа и мы уже все переоделись ребята ну что пойдемте вот небольшой предбанечек оп 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 потеснились и мы залетаем получается вот она начинается студия правильно все мы в спортзале да рассказывай что у тебя здесь сделано что есть как все обустроено значит здесь у меня в основном силовая рама многофункционально соответственно она трансформируется скамья тоже трансформируется все у меня здесь разбор сбор здесь можно жим лежа 1 присед 2 становая 3 доставы уже оттягивания есть брусья полностью свободные веса блинов примерно на 240 килограмм гантели и остальное оборудование которое дополнительное там пояса для весов резинки пояс скакалки и так далее то есть и соответственно коврики для растяжки валики для массажа диванука вот так вот давай покажи нам вот так вот баночку а то мы с тобой ходили ребята заценили а то так дальше вот на самом деле скажу честно мы пока с тобой ходили как бы ну вроде парень такой простой как бы как как я короче но на самом деле чуть-чуть ты по прокате не то и заметно до что человек занимается здесь что у нас рассказывает здесь у меня же 17 килограмм скинула да у нихера себе 17 да да неплохо это у меня доска прогресса здесь проводится у меня всякие соревнования то есть команда красных команда черных черных задача похудеть красных задача прогрессировать физподготовки вот соответственно на протяжении там допустим 8 недель они раз в неделю отчет да скинул человек там или по физподготовке сколько баллов заработал и соответственно кто победители получают бесплатные тренировки отличная возможность выдалась нам мы заканчиваем съемку и пришли два человека которые занимаются у дмитрия одна из них татьяна тань расскажи пожалуйста как давно ты ходишь сюда заниматься получается уже почти пять месяцев вот ты как вообще нашла дмитрия откуда ты вообще узнал про этот центр его фитнес я зашла в яндекс карты я поняла что меня заниматься ситуация уже как-то только ухудшается и оказалось что рядом фитнес-залов у нас нет на картах мне показывался один но он был закрыт и я зашла попозже осенью и увидела что появилась точка на яндексе вот и через какое-то время я ему просто написала ну когда уже собралась с мыслями там силами да уже точно решил что я буду ходить договорилась пришел на первое занятие тут расскажи в деталях ты когда сюда пришла ты заходишь 17 квадратов небольшое помещение никого нет только ты и тренер условно как тебе это понравилось вообще нормальная ситуация когда человек один начинает чем-то своим заниматься сам с нуля без огромных каких-то положений то есть он начинает пробовать для меня это вообще совершенно нормальной ситуации тебя вот сама атмосфера вот это вполне нормально да где тут не меня вообще ничего не смутило тем более это же индивидуальные тренировки мы здесь получается с ним один на один занимаемся места быть достаточно для этого есть вопрос который как говорится там типа девушку может обить эти сразу хочу сказать ни в коем случае но просто с точки зрения создания материала ты приходишь вот с каким весом вот сколько ты весил можешь сказать я весил восемьдесят четыре и семь восемьдесят четыре семь в декабре да на сегодняшний день у нас конец апреля сколько твой примерно 67 и 3 и это ты на тренировках да а тренировка это как говорится 50 процентов залога успеха потому что вторые 50 процентов это ведение правильного питания сон там никакого алкоголя поддерживает есть конечно обязательно если я что-то нарушаю потому что есть праздники все таки вот я просто честно говорю дмитрию чтобы он видел что есть показатели изменились то это возможно было вот из-за этого батарея в зимнее время жарко очень жарко да да она я его наверное один или два раза включал вот но спасибо арендодателю что вообще ее сделал кондиционер у меня здесь 2 вентиляции есть приточек какая-то там в туалете вентиляции есть но она хорошая иногда отключаю иногда включая зависит от клиента пожарная безопасность работают можем проверить должна должна работать но проверять не будем значит смотри дальше идем беговая правильно да здесь можно побегать что такое это ширма для того чтобы люди переодевались а то есть переодеться здесь можно да в двух местах здесь можно переодеваться сюда значит здесь вот первая зона переодевания она вот здесь друзья вы просто смотрите и просто придумал давно не придумал где-то посмотрел и реализовал это же уже большой плюс вот так вот раз переодеваешься херак она упала до него не вот здесь человек переодевается здесь куда повесить вещи здесь там водичку блокнот и так далее и здесь человек например зеркальце посмотреть там марафет и так далее да убираем переоделся ну и собственно начинаем тренировку давай потихоньку дальше идем смотри значит здесь у тебя посидеть можно раз там так далее это рабочее место твое да слушай вот у тебя вот знаешь чем мне нравятся такие люди как ты вот вот все чистенько аккуратненько ребята вы посмотрите готовился к нашему приходу да специально разобрался у меня всегда всегда так чисто и компьютер рамштайн все как положено для того чтобы можно было нормально качнуться рабочее место там условно ведется здесь вся бухгалтерия мастер можно взять да это твоя да мастер спорта реально да правильно да не покупал не союз пауэрлифтеров россии и сколько там потянул это мастер спорта подъем штанги на бицепс сколько было 60 килограмм нормально нормально соответственно книга учета все есть шикарно дима просто шикарно смотреть еще и чайничек да то есть еще и чайку банки плитка есть то есть и серия можно если что яичко до приготовила вообще потрясающе а дальше смотрите мы с вами пойдем в туалет на самом деле у меня даже немножко удивит того что туалет здесь действительно большой открываем у нас есть при . да и здесь как-то сказано сверху проходите сюда пожалуйста посмотреть просто раковина то есть ты можешь умыться весы взвесился унитаз здесь зона для всей различной бытовой химии с помощью которой можно зачистить все чтобы не было там ни бактерий не запахов он она собственно работает и первое да что наверное вы подумаете как и я что по площади туалета сюда запросто войдет ванна него на душевая кабина и можно было бы поставить унитаз тем более мы находимся на первом этаже это вообще все легально без проблем можно сделать таким образом позанимался помылся ушел отсюда вопрос если ты здесь с октября почему не делаете вот душ что это не востребовано не хотят люди ли как да да мало народу сами хотят чтобы был душ я по этой причине решил что пока его не буду делать плюс он конечно нужен но и еще из-за того что я думал о расширении помещения будущем соответственно я пока этот процесс притормозил вот но если я пойму что здесь я еще буду там хотя бы один сезон я точно сделаю и душ тоже смотрите получается так что вы ходите вместе заниматься то есть как он рассказывал нам дмитрий что бывает там семьями приходят вот вдвоем сначала начала ходить она совершенно пошел прогресс как я подозреваю посмотрел такой ничего себе очень существенный прогресс я видел много как люди занимаются но за такой короткий промежуток это было действительно прям серьезно антон но здесь я тебе хочу вопрос по-другому поставить вот допустим тебе вот сама атмосфера вот меня просто знаешь больше интересно что 17 квадратов небольшое помещение без окон как говорится без дверей такое небольшое но народ ходит диман здесь постоянно там шесть дней в неделю работает что подкупило вот что ты посчитал здесь прямо то что тебе нужно почему не в спортзал большой но скажем так во первых я из маленького города волгоградской области вот уже давненько я в москве но вот это ощущение все осталось я видел там олдскульные такие советские качалки вот я правда тогда в них не ходил я туда заходил своего одноклассника забирать чтобы взять у него там покурить сигарету и так далее ну что такое в общем там занимались ребята действительно в подвале в четыре в таких двух маленьких коморочках там дико воняло не было никакого кондиционера уж там тем более вот то есть это более чем даже хорошо вот то что мы видим по крайней мере для меня а всякие вещи которые для большого спортзала характерно там типа спа там и так далее вот это для меня не принципиально совсем здесь а есть же спортзала не там где спа там где просто больше места там больше различного оборудования ну так как мы ходим вдвоем мы находимся здесь получается тренер и мы то много места не нужно каждый делая свое упражнение и этого вполне хватает вот так вот то есть ты в целом всем доволен в целом я всем доволен конечно сколько ты уже ходишь заниматься но я хожу получается у меня будет сейчас там одна из ну из первых тренировок третья будет тренировка совсем только да совсем только подснежник да 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 совершенно не в обиду просто так так не но в этом история же тоже своя во первых глядя на таню мне понравилось все вот это это дает результат реально я убедился в этом виде ее потом я сам работаю в сфере хоккея в сфере спорта и недавно я прослушал прикольную историю про уткина что его не допустили в руководство мачта потому что он был толстый вот ну как бы мало ли когда нибудь я там за ты в хоккей работаешь я комментатор хоккея до разных абсолютно а у тебя прикольный такой тембр да как раз то наверное может что не будет и вот малкин выходит вперед бьет все могу у меня просто как будто сейчас идет хоккей так вот просто там 15-20 секунд так тимошков подбирает шайбу разгоняет тимошков ходит зон готовит бросок обходит защитника бросает игол шайб забросил владимир последнее такое из чего в голову пришло прикольно вот классный кстати малой вот вот и когда-нибудь может быть я пересяду в кадр такое возможно но поэтому надо быть форме и мы уже перемещаемся в офисное помещение все очень мобильно все очень быстро вот знаешь люди на нас смеются говорят типа блин как там в китае в японии там же у них все маленькое и все многофункционально потому что по большому счету вот у тебя пространство есть головой потолки высокий там можно сделать полки куда еще что-то можно убирать а можно продумать какие-нибудь крепления чтобы вот эту машинку и машинку беговую дорожку можно было просто подвешивать поняла чтобы она не висела то есть на самом деле здесь можно еще больше даже места создать путем того что ты правильно все расставишь диман расскажи пожалуйста вот на сегодняшний день мы снимаем там 22 апреля 2022 года какая дата у нас интересно сколько у тебя сейчас реальных клиентов которые к тебе приходят сюда вот за месяц сейчас на данный момент у меня 21 клиент который ко мне приходит и каждый из них минимум ходит два раза в неделю на неделю вот соответственно вообще клиентская база там порядка двадцати шести человек но там некоторые пока по тем или иным причинам пока не ходят а есть кто чисто удаленно онлайн ведешь кого-то были но я к сожалению уже не успеваю соответственно я сказал ребята давайте мы к сожалению прекратим потому что я только оффлайн ну и вообще я люблю по живому с человеком ты сколько работаешь в неделю от 5 дней 6 дней я на данный момент работаю 6 дней в неделю то есть 6-1 сколько тренировок в день от пяти до девяти десяти ничего себе а сколько одна тренировка идет на тренировка час но бывает и больше еще у тебя даже в будние дни прям так все расписано что там 12 приходит в час дня приходит а че люди не работают что ли ну кто-то работает два-два кто-то работает ну по-разному но в основном действительно днем у меня свободно в основном ажиотаж конечно вечером то есть у меня где-то начинается там утром потом обед перерыв потом идет уже где-то начиная с трех до 12 ночи ребята сюда ходят тренируются после работы и самый ажиотаж времени час пик у меня это получается часов 8-7 сколько стоит тренировка вот как у тебя это сделано это какая-то хитрая своя система продумана те кто давно начал подешевле меня вообще вот первая тренировка она идет бесплатно для того чтобы человек который вообще никогда фитнесом не занимался таких у меня как на мое удивление много потому что я привык что люди приходят уже знают что я вот там фитнесом занимался я там ходил в такой-то зал вот а тут люди вообще никогда не были не связаны со спортом то есть совсем с нуля понятно первое бесплатно первое бесплатно а дальше полторы тысячи это разовый и если люди берут допустим блок из десяти занятий как правило от одного занятия не накачаешься к сожалению но вот прогресс не получишь соответственно да соответственно люди берут блок из 10 занятий за 12 тысяч рублей в месяц плюс-минус сколько ты говоришь можешь зарабатывать давай возьмем так за последние там три месяца в среднем ну примерно если по за последние три месяца то в среднем 175 175 175 там плюс-минус а в пике вот самый такой жирный месяц в самый момент как ты заехал сюда сколько это было 200 200 но скажем так опять же сейчас самый такой сезон перед летом людям похудеть там еще что-то вот именно сейчас месяц апрель вот самый я думаю будет прибыльный вот соответственно в этом я думаю выйдет еще больше да 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 это сам проснулись да да они проснулись в мае сейчас продолжать марте да но подснежники они скажем так расцветают да а потом все вместе с двое мне да у меня ребята как правило пришли и будут скорее всего ходить явно не месяц аренда мне обошлась 20000 мне очень повезло потому что арендодатель достаточно лояльно отнесся к моей идее и соответственно пошел на уступки плюс коммунальные услуги и еще интернет и того и того 25 тысяч рублей в круг да все будь добрый месяц раз да да далее диман ты зашел сюда как вы сказали не было здесь нихрена ремонт ты делал сам опыта у тебя не было на самом деле на первый взгляд да все добротно сделано для такого помещения для спортзала даже более чем сколько денег ушло на все это дело на это дело где-то ушло около 130 тысяч на все то есть на оборудование на ремонт на все на все собственно вот вам пожалуйста ребята как зарабатываются денежки уехав из серпухова дмитрий начал сдавать квартиру за 16 тысяч рублей плюс у него был дополнительный заработок в виде 10 тысяч рублей он дистанционно онлайн вел некоторых людей того 26 тысяч рублей в месяц это собственно те деньги на которые он жил и не тратил свои расходы которые были скоплены ранее без компаньонов без чьей-либо помощи просто с верой и пониманием того что его услуга будет востребована берет в аренду помещения в течение одного месяца самостоятельно делает ремонт не имея на это опыт покупает все вот это оборудование бушная с разных уголков москвы где-то что-то тащил на метро где-то заказывал доставку такси собирает себе зальчик вот такой и начинает в нем промышлять коммерческой деятельностью самозанятые налоги уплочены и вот сейчас хочется задаться вопросом проживал в серпухове 35 тысяч рублей и это уже было хорошо приехал в москву пошел ходить по залам 40 50 это было бы уже шикарно дойти до 100 и выше нужно пройти целый жизненный опыт а здесь и помещение со свое и до дома рукой подать и люди довольны сами денежки приносят результаты есть но сами понимаете никто за воздух платить не будет если это конечно не дурак не говорим там про инфо цыганство вот живой пример ножки обрати внимание покажи ребята что ножками то я уперся тазик у меня прижат все как положено 1 2 3 на выдохе и пошел почему я издаю такие звуки ходил спортзал был у нас чувак один там вот он все время к жмет стоит такие дразные я все время угорал с него почему-то он не таким образом запомнился ну чё нормально сделано пойдет четверочка или пятерочка четверочка четверочка ну по приседу четверочка нажиму четверочка ребята осталось стану моё самое любимое упражнение вот примерно так то бишь вдоль коленочек я помню показу и потом выпрямился вот-вот подседал хорошо для человека который давно не занимался на тех четверочку ставил четверочка конечно таким образом ребята пожалуйста буду заниматься короче к июлю просто однажды в кадре появится такая подкачанная шайба на буду делать в общении с дмитрием он раскрыл все детали вот такого рода фитнес тренировок потому что приходят например девушки и парни стеснительные которые ну не хотят ходить в спортзал потому что там они себя чувствуют неуютно никогда ранее спортом не занимались в этом районе никаких спортзалов толковых нету многие люди которые к нему приезжают живут поблизости и для них это удобно более того вы вдумайтесь 1200 рублей на примеру персональная тренировка с тренером если вы придете в спортзал две-три тысячи в среднем это еще надо платить за зал сам то есть отдельно оплачивать дешевле дмитрия попросил сделать три раза жим лежа становую тягу приседания поэтому посмотрите со стороны профессионал непрофессионал неправильно сделал это вы напишите в комментарии значит внимание занятия спортом это не вот взял железку поднимай мышцы расти будут это очень ответственное дело можно запросто сорвать себе спину нанести себе травмы а уж если в голове крыша поехала что ты здоровый значит и тренер можно и людей угробить поэтому к этому делу относитесь очень внимательно диван вот здесь уже приближаясь к завершению нашего сюжета потому что в принципе всю картину мы уже обрисовали практически год до скоро будет не скоро но будет год как ты в этом зале занимаешься ты здесь ведешь свой бизнес какие мысли переезжать в новый ты говоришь или как побольше брать не зачем если здесь в принципе всего есть да я пока над этим сам задумываюсь что делать дальше потому что ну вообще развитие спорта в метр городке потому что ну допустим и детям тоже надо где-то заниматься для них тоже какие-то секции и хорошо бы было конечно расширить свое помещение и там дополнительно какие-то фитнес направления чтобы были там пилатес танцы какие-то для девчонок для детей там тоже какие-то направления я думаю что в дальнейшем я буду расширяться и но уже вот примерно вот в таком формате ты нам ничего не платил мы приехали абсолютно сами потому что тема меня отлично заинтересовал а думал сейчас бабок с тебя спросим был бы ты крупной конторы конечно бы выставили бы тебе счет суть ребята мы оставим на тебя ссылки ну в первую очередь если вдруг кто-то хочет попробовать позаниматься в этом районе во вторую очередь если кто-то здесь также в этом районе проживает и занимается там не за боксом танцами еще что-то вполне возможно что вы все вместе с кооперируетесь возьмете побольше помещения будете все вместе скидываться по ренде и постепенно честным трудом зарабатывать денежек ну чё плохо что ли ну шикарное предложение поэтому контакты есть списывайтесь общайтесь развивайтесь в том числе те кто проживает сейчас где-то в регионе думают брену тема нормально тема рабочая а сейчас время какое непростое вообще не нужно друг другу помогать правильно правильно конечно все ребята залетайте нам остается сделать выводы вот так вот друзья а давай прямо здесь по живому ты запишем что кто хочет тот находит способы где-то подсмотрел самое главное реализовать пожалуйста вот ты пришел отдал денежку позанимался действительно люди я согласен огромное количество людей не любит эти общие спортзалы потому что в первую очередь идет на качественные дядьки под качественные девчонки могут вести себя не очень культурно по отношению к другим а ты пришел ты вроде там толстенький хлюпенький и тебе кажется на тобой тут смеется дискомфорт такой все-таки это там твое тело твоя там какая-то личная жизнь и как ты начинаешь вот здесь да ты походил там полгода год условно ты уже чувствуешь себя совсем иначе пошел заниматься спортом в спортзал либо же сам где-то там турники так далее тут уже делать выводы сами тебе огромное уважение за то что спасибо занимаешься делаешь людей делаешь здоровыми это важно я надеюсь что вам этот выпуск понравился в силу того что он не про жизнь и про способ дохода кому-то эта идея по любому из пацанов зашла кто-то скажет были надо делать то же самое с другом вдвоем в складчину помещенец по очереди занимаетесь у тренируете людей денежка пошла уже как говорится голодным не останешься поэтому сынка балл сынка балл друзья подписывайтесь на канал подписывайтесь на все социальные сети которые ждут вас в первом закрепленном комментарии за это подписывайтесь на телеграм потому что он реально становится каким таким уютным ламповым местечком дальше будем делать больше интересных выпусков новый сюжет не заставит вас ждать он уже завтра в 12 часов будет на канале спонсор выпуска ждет вас по ссылочке в описании не забывайте контакты на димана тоже в описании в общем не добавить не убавить до новых встреч всем пока пока